Делаем легендарное фото. Детство рождения моё и моего отца, где написано, что мой дедушка у Больского проснаждения, дедушка проявляется. Прекрасно, прекрасно, до сих пор не верится, что прошли этот путь. Всем привет! Меня зовут Максимилиан. Максимилиан Рудкевич. Иду сейчас в офис. Как видите, с букетом цветов. Не просто так. Сегодня, точнее, уже прошло день рождения. Было у Галины день рождения, у моей коллеги. И вот такой вот букетик и конвертик. А в конвертике супер подарок, так как я занимаюсь стрельбой. А Галя давно хотела пострелять. Я ей дарю купон на стрельбу из разных видов оружия. Пистолеты, карабины и так далее. Ну а теперь заходим в офис и пойду вручать. А далее едем получать карту стола побыта с Амны. Ее брат уже ранее получал со своей дочкой карту стола побыта. Ты доволен, Саша? Да, очень доволен. Теперь покажи. Вот с этой картой можно мне... С этой децизией. Децизией. Ну ее с собой брать не надо. Ее просто надо хранить. Обязательно. Карта стола побыта. А теперь очередь пришла и две сестры. Заходим. Пришел в офис. Подарил коллеге Галине подарок. И тут мне тоже подарков накидали. В общем, сейчас будем делать распаковку. Значит, один подарок был из Франции. Огромная благодарность. Спасибо. Очень приятно. Значит, вот такой вот подарочек. И какая-то закуска, значит. Ну, все пригодится. Потом... Это от, по-моему, Дмитрия. Дмитрия. Да, Дмитрий. Благодарю. Этот подарок у нас... Какая-то вкусняшка. Еще тоже не распечатывал. От Владислава. Да, Владислава уже вроде бы. И от Владислава какой-то еще презент. Но будем распечатывать. Я, честно, я даже не знаю, что там такое. Ну, вот. Будем открывать. Друзья, это кобура от пистолета. Это кобура от пистолета Глок. Как раз мы сейчас с Зюзанной ждем карабин. Который работает на магазинах системы Глок. И это очень нам пригодится. Владислав, благодарю. И всем хочу сказать. Кто получает гражданство, вооружайтесь. Покупайте легально оружие. Ставьте сейфы. Потому что... Потому что вы знаете почему. Все. А я поехал забирать сталый повод с нашей заявительницей Анной. И вот внезапная телепортация уже на улице Маршалковской. Как обычно, вот там вот встречаемся. Паня Валентиновой на фоне. Пляцик, рюкзак полностью груженный презентами от благодарных заявителей. Друзья, еще раз большая благодарность. Ценю, ценю. Значит так. Переходим к Анне. У Анны брат Александр. Александр, значит, уже с Виарикой получали свои карты когда-то давно. Три или четыре года назад. Можете видео посмотреть здесь. Будет интересно. Он сейчас уже подан на гражданство по репатриации. Ну и соответственно ждем сейчас решения от комиссии. Ну уверен, что уже там все практически хорошо. И уже финальный этап. Надеюсь, с ним тоже после получения гражданства снимем какое-нибудь интересное интервью. Наш любимый котик. Как обычно, он здесь рядом. Сейчас идем забирать карту. К сожалению, не по времени. Потому что Анна должна была приехать еще раньше. Но у нее закончилась виза. Сделали. Значит, забрали у нее там децизию. Значит, забрали децизию. Сделали на основании этой децизии въездную визу. Чтобы она могла приехать и забрать. И сейчас, возможно, будет большая очередь. Возможно, нет. Но не забирать в положенное время не очень комфортно. Потому что всегда это чревато возможно. В большой очереди. Ну, посмотрим. Нам надевшись к бенди-допу. Ну что, друзья. Подходим к ужинду. Надеюсь, что Анна нас уже там ожидает. Иду. И вот уже Анна стоит. Ждет свою заветную карту. Вот она. Врач-анестезиолог. Добрый день. Добрый день. Анна, собственно говоря, сестра Александра, которая уже получала карту. И сегодня идем забирать ее в карту. Да? К сожалению, не в день, когда нужно. Заходим. Как дорога. Сидим с Саней, ждем инспектора. Забрал документы. И ожидаем. Надо подойдет. Как предвкушение. И скоро сдаем отпечатки пальцев. Сидим, ждем. Добрый день. Ну скажи, подпишись. Вышли. Кстати, не совсем и долго ждали. Большая очередь. А мы успели. Сейчас будем записывать кружок для телеграма. Друзья, всем привет. Меня зовут Максимилиан. Максимилиан Романгевич. Со мной Анна. Ань, привет. Как дела? Привет. Шикарно. Что случилось сегодня? Случилось одно из самых прекрасных событий в жизни. Вот она, вот она карта. И что вы получили? Стал и фонд. На основании польского происхождения. Да, без карты поляков. Сзади нас огромная такая очередь, которая тоже забирает. Ну что? А мы уже. Да? Счастливая? Да. Спасибо большое. Правда. Ну, а на здоровье. Без тебя и в этой команды это было бы очень сложно. И, наверное, возможно ли. Все. Выходим с Уженда. Идем делать легендарную фотографию около польского герба и Уженда. И идем дальше. И Аня уже расскажет, как у нее все было. Как она пришла к этому. Все. Выходим. Выходим к легендарному месту. Ну что, делаем легендарное фото. Делали легендарное фото и идем. С Анной вышли. Вышли на более такую тихую улочку за Уженда. Ну, Анна, рассказывай. Как первые впечатления после получения карты по вот этим документам? Это прекрасно. Прекрасно. До сих пор не верится, что прошли этот путь. Такое. Как-то мечты. Ага. Вот она, карта стала полыта. И что у тебя еще в руках? Расскажи. Документы. Разнования, которых я получила. Да. Да, можно дисковать, в принципе, вот так, в обложечке. Да. Детство рождения мое и моего этапа, где написано, что дала мой дедушка Больского возрождения, дедушка твоя. Ага. Вот. Вот она, карта, да? Самая заветная карточка. Сложно было? Часто. Было достаточно интересно. Все было очень им, если честно, спеть его. Интересно было узнать. Согласна. Да. Особенно там актеры, какие-то певцы. Ого, я же их знаю. Ага. Я смотрела фильмов очень много. Пересмотрела. Даже не так давно сегодня, перед тем, приехать сюда, в киноплески вышел фильм про Анну Герман. Ага. И интересно было. Как она в Казахстане? Потому что ты же из Казахстана. Да, да, да. Она тоже на Лиге Казахстана была. И тоже, кстати, так интересно. Я же уходя, так ладно, потом мы смотрим сериал. Ну, тем более Аня у нас умничка. Она врач, реаниматолог. Вот. В будущем какие планы? Планы обязательно переехать сюда, выучить язык. Очень хорошо хочется. А для чего? Особенно для чего? Без языка никак. Ну, чтобы развиваться, как ты говорила, за камерой, в профессии именно врачом? Обязательно. Обязательно, конечно. Конечно, медицина, ну, свои термины. Но есть какие-то особенности, особенности здравоохранения в Польше все равно не отличаются. Поэтому нужно изучать особенности медицины здесь, в местах. С хорошим специалистом. С хорошим специалистом, да. Аня у нас поляк с Казахстана. То есть именно вот репрессированные поляки, которые были вывезены немцы и так далее. То есть с той местности. И поэтому она может потом, ну и мы будем это делать чуть позже, как ее брат, подавать уже на гражданство по репатриации. Именно по репатриации. Вот это большой такой классный бонус будет. Да, и напутствие тем, кто думает, может быть. Да нет. Раздумывает. Может быть кто-то вообще еще что-то там решает. Да нет. Если появилась мысль о том, что хочется и есть необходимость получения, то думать не нужно. Нужно действовать. Нужно действовать. Да, поэтому... Я очень рад, что все получилось. Очень-очень сильно рад. А врачи нашей стране сильно нужны. Квалифицированные специалисты. Поэтому будем идти в этом направлении. А мы пойдем сейчас дальше прогуливаться. Вот. Ну что? Очень хорошая погода. Правда? Да, погода супер. Да. Ну что, всем пока-пока. Да. Спасибо еще раз. Взаимно. Взаимно. У вас еще много братьев. Да. Да. Я их говорю так. Надо делать. Вот мои братья тоже. Все ждут и ждут. Я говорю, ну чего вы ждете? Уже надо. Уже надо. Нечего уже ждать. Да, да. Я тоже. Пинаю, так сказать. Не надо. Ну что? Спасибо. Вшесткего на иллюбсего. Честь. Честь. Честь.